МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про имущества путинских олигархов в Украине, про цены, про замерзающих россиян и дыру в бюджете РФ. Сегодня в программе Ваши деньги. Я Сергей Мальнев. Начинаем. Захватить Украину Россия пыталась не только военными методами, но и экономическими. Причем с помощью своих, то есть ваших миллиардов, самые богатые россияне добились успеха, в котором позавидуют Шойгу и другие генералы-неудачники. Судите сами, в руках людей, вхожих в ближний круг Путина, без единого выстрела оказалось множество системных компаний и даже стратегических украинских предприятий. Как так произошло? О каких объектах идет речь? И что с ними делать дальше? Разбираемся в первом сюжете этого выпуска. Российские богачи годами зарабатывали миллиарды долларов в Украине. Бизнес вели не только олигархи, но и депутаты Госдумы, члены правительства, ну вот команды Путина. Их было очень много, особенно они любили предприятия, которые связаны с полезными ископаемыми. Это номер один. Номер два – это недвижимость. И так еще сельское хозяйство. До сих пор, по подсчетам издания «Новое время», в Украине от 900 до 3500 активов принадлежит российским собственникам. Конечно, в этих цифрах речь не только о крупных промышленных предприятиях, но и о малом бизнесе. Но самые известные российские активы – это гигантские предприятия в самых разных сферах украинской экономики. На первое место я бы поставил это предприятия, которые связаны с оказанием жилистно-коммунальных услуг. То есть это энергетика, водоотвод и поставки воды. Ну вот энергетика, вода, ну вот такой бизнес. Он достаточно легкий, ставишь цену, простой очень менеджмент. За тебя все делает, по сути, украинское государство, а ты просто стрижешь купоны. При этом практически никто из российских богачей, зарабатывающих на украинских ресурсах, даже не попытался выступить против страшного кровопролития в Украине. Якобы исключение Олег Дерипаска, который в начале полномасштабного вторжения делал антивоенные заявления. Мир очень важен. Переговоры нужно начать как можно скорее. Он крупнейший российский олигарх. Связан с семьей первого российского президента. Но при этом основной свой капитал Дерипаска сколотил при Путине и при его поддержке. Потому антивоенная риторика не спасла его от санкций. Как владелец военных заводов, он внесен в санкционные списки. В его активах Арзамасский машиностроительный завод, выпускающий бронетранспортеры амфибии БТР-80, которые использовались России во время военной агрессии против Украины в 2022 году. Следовательно, он несет ответственность за поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Военные предприятия в России, а в Украине Николаевский глиноземный завод. И это уже остатки украинского бизнеса российского олигарха. Остальное он распродал в 2015 году. А вот 32 миллиона гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема в прошлом июле арестовал офис генпрокурора Украины. Средства находились на депозитном счете гостаможслужбы. В июле прошлого года было арестовано Николаевское предприятие. 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен. Серьезный бизнес в Украине был и у Романа Абрамовича. Но 5 лет назад горнообогатительный комбинат «Сухая балка» и «Днепровский МЗ» продали, отчего компания Абрамовича «Евраз» понесла многомиллионные убытки, о чем указала в отчетах. Однако, похоже, одно украинское предприятие все еще входит в круг интересов олигарха. Происходят изменения в составе акционеров «Южного ГОКа». Но, скорее всего, Роман Абрамович сохраняет свое влияние на это предприятие. Ибо в наблюдательном совете все еще присутствуют менеджеры с многолетним опытом работы в структурах «Евраз». Сложно поверить, но даже самый приближенный к Путину российский олигарх Аркадий Ротенберг был совладельцем известного киевского ТРЦ «Оушен Плаза» до 2019 года. Но и после полномасштабного вторжения ТРЦ фактически был в распоряжении людей Путина. Потому летом его арестовали и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов. Последние в дальнейшем использовали их, в том числе, для финансирования производства и снабжения боеприпасами для вооруженных сил страны-агрессора. Украинские правоохранители активно арестовывают российское имущество в Украине. То, что еще работает, отслеживают, чтобы доходы не попадали в руки российских собственников. Но при этом далеко не все арестованное может сразу использоваться или конвертироваться в финансовый ресурс для нужд Украины. Средства арестованы, но они не монетизированы. То есть реально государство может получить, а вместе с государством и украинцами все, какие-то выгоды, когда будут активы не только арестованы, но и конфискованы, и проданы. Надо принять очень жесткий, четкий закон, который развязал бы руки нашей исполнительной власти и не допустил бы возможность оспаривания чего бы то ни было в суде. Однако в итоге все имущество кошельков Путина, как в Украине, так и за ее пределами, конечно, пойдет на восстановление Украины после ее победы над российскими захватчиками. Сказать каждый день, возможно, будет преувеличением. Но вот каждую неделю, это точно, дорожают продукты в российских магазинах. Продавцы буквально не успевают менять ценники. Что и насколько подорожало. Почему это происходит, как связано с войной в Украине, и какие прогнозы дают экономисты. Про все это далее. В магазинах не успевают менять ценники. Стоимость товаров растет буквально каждую неделю. Это полная, какая-то жизнь становится просто невозможной с такими ценами. Как в день тратятся такие суммы просто уму непостижимо? Как можно выживать? Какие зарплаты должны получать люди, чтобы обеспечить себе жизнь здесь, в Москве? Весь январь регулярно в магазинах поднимали цены на еду. В прошлом году чиновники объясняли это тем, что это сезонные колебания. Весь год это сезон. То есть получается, что у них сезонный фактор. Это, грубо говоря, 12 месяцев. Очень хорошая фраза, что люди имеют телевизор до тех пор, пока у них есть что-то в холодильнике. Тогда в холодильнике ничего нет, чтобы вам по телевизору не говорили, но как-то верится не очень. Сейчас с 10 по 16 января 2023 года плодоовощные товары подорожали в среднем на 3%. Огурцы стали дороже почти на 5,5%. Лук на 4,5%. Свежие томаты почти на 4%. Да и то некоторым жителям регионов уже даже не удается найти их в магазинах. Просто констатировал факт, что помидоры год назад стоили... Ой, ребята, 199. Сейчас они просто закончились. Все. Кризис. С 17 по 23 января цены еще раз подскочили. Огурцы плюс 6%. Лук еще плюс 5%. Морковь еще плюс 3%. А под конец месяца ситуация стала значительно хуже. Ну, факт остается фактом. Денег у Путина, у Кремля на поддержание социального уровня жизни и на войну становится меньше. Вот это железный факт. 3, 5, 6%. Казалось бы, немного. Но на самом деле еще в 2022 году это были бы рекорды. Для примера, в марте прошлого года зафиксировали рост цен на 2% в неделю. И это фактически самая высокая цифра за все время существования современной России. Это максимальный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 года. Предыдущий рекорд 0,9% ведомство зафиксировало в период с 16 по 22 декабря 2014 года. Но сейчас такие рекорды уже не всем кажутся впечатляющими. К этому привыкли. К этому адаптировались. Но то, что к этому адаптировались, это не означает, что все хорошо. Это означает, что вы привыкли жить поздно. Вот это вы не стали жить больше, а потому что вы привыкли жить поздно. Достать подсанкционные товары тяжело, чтобы там не говорили чиновники и пропагандисты. А к этому еще и добавляются компании, которые добровольно ушли с рынка страны-агрессора. Из-за того, что нарушены цепочки поставок, начинаются поиски альтернативных вариантов. Где-то, в том числе, серые схемы обхождения. Но любая серая схема обхождения санкций приводит к тому, что цены растут. Просто потому, что надо доплатить тому, кто помогает обидеть санкции. В итоге, все это может вызвать небывалую бедность среди населения России, как уверяет эксперт. И придет время, начнут каждой второй семье и радоваться при этом. Но жить будут, но плохо. Причина этому – вторжение в Украину и последующие за этим санкции против России. И в российской экономике сейчас это проблема. Когда любую санкцию введенную, они пытаются обойти, где-то они находят вариант, но это стоит опять деньги. Соответственно, деньги из экономики уходят. И новые санкции, которые сделают ситуацию для Путина еще хуже, не за горами. Будет очередная глобальная, я так думаю, волна новых санкций. И будут они приурочены к годовщине войны, начало войны. Евросоюз готовит. Выход, как уверяют эксперты, всего один – прекратить войну. Другим способом остановить надвигающуюся нищету просто невозможно. Да, полная остановка боевых действий хоть и не отменит санкции, которые уже введены, но и новых не будет. Реальный выход из положения для Путина, Кремля и всех граждан – это остановка войны. И тогда новые санкции не будут еще больше загонять тупим. Когда война заканчивается, то возникает второй вопрос – репарации. Платить за развязанную войну в любом случае придется. Это неизбежно. Вопрос лишь в том, когда Россия будет к этому готова. Чем быстрее закончится война, тем короче будет период выплаты репараций. Сейчас это где-то 10-12 лет, но если она затянется, может и 50 лет. То есть эта дорога в нищету на 50 лет. Бешеная инфляция, которую на себе уже ощущает каждый – это далеко не единственный подарок народу от путинской власти. Не менее приятными будут сюрпризы для миллионов бюджетников, которым вот-вот начнут резать и зарплаты, и всевозможные выплаты. Ведь оказалось, что по итогам января дефицит госбюджета составил рекордные почти 2 триллиона рублей. Насколько это большая дыра в казне и как отразиться на каждом – посчитаем. С гигантской дырой в бюджете начала 2023 год страна-агрессор. Начался как бы процесс, но очень быстро, разрушение государственных финансов. И вот сегодня это важнейший показатель состояния дел в России. Дефицит бюджета по итогу января в России составил 1 триллион 760 миллиардов рублей, то есть 25 миллиардов долларов. Об этом заявил российский Минфин. И такого катастрофического показателя российская экономика не знала с 1998 года. Есть снижение доходов в бюджет, а есть еще увеличение расходов. Доходы страны-агрессора резко снизились из-за санкционного давления. Российской нефти и газа продаются все меньше и по все более низким ценам. Поступление от продажи энергоресурсов в январе 2023 года на 46% меньше, чем в январе прошлого года. А ведь именно нефтедоллары и наполняли бюджет России. Средняя цена российской нефти ЮРАЛС была ниже 50 долларов в среднем за январь. В среднем из-за нефтяного эмбарго нефтегазовые доходы упали в два раза. И хоть российское правительство мечтает о том, что цены на энергоресурсы в итоге поползут вверх, экономисты уверены, что надежды эти тщетны. Ведь рынок переполнен нефтью, а значит пополнять свой бюджет Россия сможет минимально. Ко всем этим проблемам с нефтью добавятся новые, что удвоят потери доходов. Связаны они с санкциями на нефтепродукты, которые заработали с начала февраля. Прайскеп по нефтепродуктам более жесткий, чем прайскеп по нефти. По нефти 60 долларов за баррель было установлено выше рынка, для того, чтобы не создать условный дефицит. Прайскеп 62 цента, который они установили, сегодня ниже рынка. То есть в принципе это очень существенный удар. Эмбарго на нефтепродукты, ну вот считается, что почти удвоится объем потерь. То есть 280, возможно даже 300 миллионов евро в день. Кажется, в будущее российских нефтегазовых козырей не верят даже в самой стране-агрессоре. Газ на частную армию как источник доходов и власти, видимо, решили променять даже в Газпроме. Там создают собственную ЧВК, сообщает украинская разведка. Распоряжение об этом подписано главой российского правительства. Газовая отрасль России сокращается, а безработные сотрудники Газпрома могли бы перепрофилироваться, допускают эксперты. Закрывались немного, но процентов 15 точно закрылись. Это нефтедобывающих предприятий, газодобывающих предприятий, там безработных десятки тысяч уже. Вот вместо того, чтобы им платить пособия по безработице, то их сейчас будут быстро организовывать в отряды смертников и засылать туда. Расходы именно на военные нужды в России возросли настолько, что стали вторым фактором, который спровоцировал рекордный дефицит бюджета. В самом российском Минфине объяснили катастрофический дефицит пятикратным увеличением расходов на госзакупки. Ключевая причина, они, видимо, все расходы на военку, на армию и на военно-промышленный комплекс авансами выплачивают в начале года, потому что это для Путина главный расходный приоритет. Да, возможно, в следующие месяцы расходы поуменьшатся. Но ведь и доходов после введения потолка цен на нефтепродукты станет намного меньше. А значит, дефицит не исчезнет. Дефицит бюджета будет не 3% ВВП, как они планировали, а где-то в районе 6-6,5%. Это приблизительно сейчас 100 миллиардов долларов. Чтобы залатать январскую дыру в бюджете, правительству страны-агрессора пришлось впервые продать золото из Фонда национального благосостояния. Для покрытия дефицита вынуждены были провести очень крупную продажу яний и золота. Центральный банк Российской Федерации вынужден был это сделать для поддержания валютного баланса. Но резерва Фонда национального благосостояния Путину надолго не хватит. Тянуть оттуда средства он сможет только до лета. В этом году мы прямо идем на исчерпание ФНБ. То есть при таких низких доходах от нефти не будет хватать ФНБ даже для того, чтобы перейти в 24-й. Где-то уже к середине лета все, конец получит. 6-7, а может быть и все 8 триллионов рублей дефицита. Катастрофа ждет Россию через полгода. Рост курса доллара. Инфляция. Вернемся к высоким темпам инфляции, которые видели там, например, прошлой весной. Поэтому как бы быстро ничего не обвалится. Но прям вот такая ситуация плохая. Путин уже много чего себе позволить не может. И ему остается только играть на удержание. И ресурсов для этого не так надолго осталось. Что будет летом? Летом будет ситуация, когда Путину нужно будет решать. Ему скажут, что нет больше денег. Мы можем финансировать войну только за счет печатания денег. Будем их печатать. Сколько вы скажете, столько напечатаем. И будем платить этими деньгами гробовые, зарплаты и все такое. Но экономика же не позволяет себя обманывать. Ответ на это – скачок инфляции. Вот было у них инфляция там 12-13 процентов. Будет 20 процентов. И девальвация рубля. Рубль на конец года 68, сейчас 72. Будет 102. То, насколько все плохо, почувствуют все россияне. Ведь денег в условиях бюджетного кризиса не будет хватать ни на что. Ни на социалку, ни на экономику, ни, к счастью, на войну. Этой зимой Путин обещал заморозить Европу. Шантажировал целые страны прекращением поставок газа. Однако Европа ничего перестроилась и без Путина живет в тепле. В отличие от тысяч простых россиян, которые действительно, в прямом смысле слова, замерзают в своих домах. Уже, кстати, не первую зиму подряд. Весьма показательный репортаж из одного российского городка в нашем эфире. Эти люди – жители Приморского края России. СНТ – зеленый сад, город-находка, Приморский край. Самое большое СНТ на Дальнем Востоке. Включает в себя примерно 1700, чуть больше домов. Проживает постоянно на территории СНТ более 3000 человек. Чтобы вы понимали, это такой большой частный сектор. Частный сектор, для которого с пропиской, со всеми делами. Все они, особенно зимой, очень зависят от подачи электроэнергии. До сих пор край не газифицирован, нет центрального отопления. Люди с дровами, с углем. До сих пор все топят. Вроде Россия не Африка. Люди тут привыкли пользоваться электричеством. Но для этих людей электричество стало роскошью. Проблема энергоснабжения остается не просто актуальной. Сегодня ночью, прошлой ночью, она достигла своей кульминации. И все СНТ осталось без света в мороз. Минус 25, примерно, градусов с ветром. По ощущениям, минус 38. Было очень интересно, конечно, эту ночь провести. Конечно, замерзшие жители этого поселка вызвали ремонтников. И те починили. Говорят, что починили. На днях после этого происшествия глава ТЭСКО находки отрапортовал, что проблема решена, энергоснабжение восстановлено. Однако, на сегодняшний момент, у некоторых граждан напряжение в сети составляет 70 вольт. Я не ошиблась, я не оговорилась, и вы не ослышались, не 170, а 70. Люди, оставшиеся без тепла и света, постоянно звонят в электросети. Им, конечно, присылают ремонтную бригаду. И бригада оказывает какое-то магическое влияние на электросеть. Как только приезжает бригада, напряжение в сети соответствует ГОСТу. 220. В течение часа мы включаем все, что можем включить. Стиральную машинку, наконец, постирать. И так далее. Как только бригада уезжает, все возвращается на круги. Я, конкретно, у меня 130, не больше. Сейчас при минус 25 даже у бесконечно терпеливых жителей России начало заканчиваться терпение. Почему нас не известили, чтобы мы эвакуировались на этот, на сезон? Что за подстава? А счета приходят же полные, за 220. У нас ГОСТ 220. Откуда 140 вольт? Откуда? У меня даже стабилизатор вырубает. Более того, эти люди утверждают, что электричество в этих краях таки есть. Судя по тому, что строятся магазины, строятся базы вокруг, мощности достаточно. А мощности достаточно для других, для кого есть деньги, а для нас их нет мощностей. Холод собрал их вместе, и они наконец-то смогли сформулировать простые и ясные вопросы. И у нас к властям города, также к властям края, и лично к губернатору Олегу Кожемяка несколько вопросов. Вопрос первый. Доколе? Что еще должно произойти, чтобы вы обратили внимание на нашу проблему? На самом деле Олег Кожемяка, губернатор Приморского края, знает о том, что электричество в этих краях дефицит. Владимир Дубовский – российский оппозиционер. Он много лет прожил на Дальнем Востоке. Владимир общался с жителями СНТ «Зеленый сад» и рассказывает мне, почему губернатор не может решить проблему этих людей? Там, на границе как раз-таки этого СНТ, на побережье, строятся две базы отдыха. И они подключены к электричеству точно так же, как и СНТ. То есть у них идет одна линия с находки, и она просто разделяется на две. И вот на базах все прекрасно. То есть там у строителей в вагончиках есть электрообогреватели, они прекрасно работают. Работает техника, электроинструменты. Но почему же стройки так важны для губернатора? Это очень большие стройки, там на каждой, ну, поменьше, там, 500 строителей примерно работает на каждой. Все дело во владельце этого строительства. База эта, она принадлежит там серии юрлит. Но на самом деле там очень легко как бы понять, кто аффилирован. А владелец там Никита Олегович Кожемяка, это сын губернатора Приморья, Олега Николаевича Кожемяка. Да, Олег Кожемяка губернатор Приморского края, и рад бы дать этим людям свет и тепло. Но как же он обидит родного сына? Это будет не по-отцовски. Я спрашиваю Владимира Дубовского, который снял не одно расследование про Кожемяку. А что за человек, губернатор Приморья? И получаю однозначный ответ. Кожемяка, ну, он жулик и вор, но непростой жулик и вор. То есть это вор такого масштаба не только федерального, но даже международного, потому что он очень близкий друг Лукашенко. И действительно, Кожемяка неоднократно бывал у белорусского диктатора в гостях. И более того, делал там неплохой бизнес. Кожемяка, он же такой серийный губернатор. Он возглавлял четыре региона в свое время на Дальнем Востоке. Это и Амурскую область, и Сахалинскую область, и вот Приморья, до этого Камчатку. И каждый раз там закупались племенные бычки, коровы из Беларуси стоимостью по 5 миллионов рублей. Там каждый раз диву даешься, сколько, оказывается, стоят бычки в Беларуси. Этот человек является неофициальным миллиардером. На его семью записаны частные фирмы и недвижимость на сотни миллионов рублей. Он знает, как превратить государственную должность в доходное место. И готов биться за власть в стиле 90-х. Когда он участвовал на выборах в Камчатке, там его конкуренту пробили голову кирпичом. То есть, когда он избирался в Приморье, там тоже был подкуп очень сильных людей, были угрозы, был шантаж, были избиения. Так что, уважаемые жители садового некоммерческого товарищества «Зеленый сад», вот построят, сынок губернатора, базы рядом с вашим жильем. И появится 220 вольт в ваших розетках. Хотя, базы же тоже нужно будет питать электричеством. Так что, извините, вы же не хотите, чтобы отец зарезал бизнес родного сына. Только из-за того, что у вас в домах холодно. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 на телеканале «Фрида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова